Так, ну окей, 8 правил. Сейчас 8 правил, да? Нет, давайте тогда брачный рейтинг напомним, да, и тоже про доходы поговорим. Когда мужчина рождается, ему 13 лет. Он, по брачному рейтингу у нас мужчина распределяется следующим образом. Есть альфа-самцы, это те, которые имеют всех. Есть беты, это, скажем так, их свитер, альф. Это охрана, это менеджеры среднего звена, это какие-то заместители, это кто-то, кто обслуживает альф. Есть гаммы, это рабочий класс, те, кто там что-то пилит, рабочий класс. Есть омеги. Очень напоминает одну часть тела человеческого. Собственно, там они и находятся. В жизни люди, которые пьют, бомжуют. И, понимаете, прочие разные... Омеги. Омеги, да, омеги. Бомжи. Ну, фактически, да. То есть это он может не обязательно быть бомжом. Понимаешь, если у него так сложилось, что он коренной петербуржец, да, ему от бабушки досталась квартира, у меня есть такие знакомые. И да, он живет в этой квартире, выбирается там по знакомым, может завести даже себе какую-нибудь женщину на короткое время, которая ради того, что он ей говорит более-менее иногда красивые слова, будет приносить ему водочку и пельмешки. Ну, есть же женщины, которые так себя не ценят, что ходят сюда и носят пельмешки. Понимаете? Вот. Мы вот про них не будем говорить, потому что это вообще... Ну, сюда вообще не надо смотреть. Мы будем говорить про вот эти три уровня, потому что и здесь хорошая скотинка, можно пользоваться, здесь полезное существо, ну и сюда. Есть еще альфа-плюс, про них сейчас еще, ну, когда начнем рассказывать, дойдем до альфа-плюс. Когда мальчику становится 13 лет, он начинает ранжироваться с другими мужчинами. Они как, как это происходит? Вы представляете, как с мальчишками? Они встают друг напротив друга, как вот глаза в глаза, и они начинают друг другу что-то, да, доказывать. Нет так, нет так. Заканчивается это чем? Чем? Дракой. Да, это заканчивается дракой. Драка какой гормон? Адреналин. Адреналин. Пошел. Заканчивается дракой. Кто выигрывает в драке? Сильнейший. Нет, не сильнейший. Не сильнейший. В драке, в этой, выигрывает по ранжированию, выигрывает не сильнейший. Потому что если бы был сильнейший, то сильнейший бы слабейшего убил. А заканчивается ведь не смертью, так? Не смертью. А чем заканчивается? Чем заканчивается? Мальчишеские драки 13-14 лет, 15-16. А если не растаскивают, чем заканчивается? По ножовщиной. Нет, не всегда. Чем заканчивается? По ножовщиной-то убьют, да? Ну и ненавистью в итоге. Нет, они потом идут вместе пить, гулять, и это очень частые ситуации, даже до сих пор. Вы будете с этим сталкиваться. Когда мужчина ранжируется, мой мужчина постоянно ранжируется с другими мужчинами. Это у них начинается в 13 и не заканчивается никогда, да? Они постоянно друг с другом ранжируются, они постоянно пытаются понять, ты кто тут, и как мне к тебе относиться. У них это очень четко выстроено. И чем заканчивается? Ну давайте, давайте. Один из них что делает? Ну нагибает воли слабого. Точно, точно. Унижает. Один, он не унижает, а унижается. Он самостоятельно. А, он занимает позицию. Да. Один из мальчиков в этот момент, они дерутся, у них какой-то конфликт идет, и один из этих мальчиков принимает униженную позу вниз. Все, как только он встал вниз, он попадает сюда или сюда. Тот, кто не встал вниз, вот сюда. Тот, то есть тот, а почему он не стал вниз? Вот идет драка, идет драка, дерутся мальчишки до крови, там реально больно, ну им больно же, да? Идет драка, они дерутся, они там выкручат друг другу пальцы, душат там друг друга, царапины, синяки. И в этот момент один сдается, а второй не сдается. Тот, кто не сдается, каким качеством он обладает, почему он вот тут? Давайте, 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 думаем. Ну, самосохранение какое-то. Отсутствие инстинкта самосохранения, отсутствие страха смерти. Умри, но будь. Я буду лидером, даже если мне для этого придется заплатить своей жизнью. Своей жизнью, чужой жизнью, да? Ради некой идеи, ради некой миссии, ради некого дела, ради своей, кстати, то в том числе выгоды. Выгода может выражаться в том, что для дела выгода, может выражаться выгода для себя. Я, ради своей женщины, я буду биться до последней капли жизни вами. Это позиция альфы. Те мужчины, которые идут по этой позиции, они поднимаются, и они психологически находятся вот здесь. Те, кто не идут по этой позиции, дальше ранжируются на все оставшиеся места. Как мужчину, который сранжировался вот сюда или вот сюда, вытащить наверх? Есть способы? Да. Что нужно с ним сделать для этого? Организовать еще раз какую-то драку. Еще раз громче. Какую-то драку еще раз организовать. Нужно организовать ему, поставить весы, вилку, при которой на одной стороне будет что-то для него реально ценное. Создать некую ценность, на которой на одной чаше весов и на другой чаше весов, что у него должно быть? Жизнь. Его жизнь, да? То есть, ну, его какая-то жизнь, его здоровье, что-то важное, что-то ценное. Ценность какая-то. Что-то ценное. Ты. Если ты ценность, ну, скорее ты, да? На одной стороне у него ты, на другой стороне жизнь. И если он идет в эту историю, и если ты его доводишь до истории, и ты его мотивируешь на эту историю, когда он выбирает тебя, и говорит, я до конца буду биться, и мне плевать, это что? Это почему мы, мне очень нравится эта картинка про русских людей, и это у нас вообще это в крови у русских мужчин. С русскими мужчинами самое проще всего это делать, потому что у нас это в крови. 45-й год, закончилась война, 1945-й год, страна в разрухе, ничего нет. Вообще. 61-й год, что произошло? Полет Гагарина в космос. Почему? И вы понимаете, что это было реально тяжело? Это было тяжело, и это работала вся страна. Почему? Потому что во главе был Альфа в тот момент, Сталин, абсолютный Альфа, без вопросов. И он сумел таким образом всех выстроить, и в том числе построить Альф рядом с собой, таким образом, чтобы использовать по максимуму мужчин, которые несут в себе эту генетику. Как много кто помнит из брачного рейтинга, сколько Альф на... Ну, как часто встречается мужчина Альфа? Из какого количества людей генетический Альфа есть, который изначальный Альф? Который самый вылез, без вашей помощи. На какое количество людей? На 30. 30 человек, у всех остальных, один из 30 будет Альфа. То есть, грубо говоря, 3 человека на 100 человек. Ничего не напоминает 3%? Мотивация, самомотивация. Самомотивация.